Пожалуйста, нефтепродукты. Нет, тут полно этого дела всего. Пожалуйста. Мужики не знают, что делать с этим черным золотом. К такому богатству местные жители прибрежной зоны Дона не были готовы. Нефтеналивная баржа, принадлежавшая давно обанкротившейся фирме, несколько лет стоит на мели и ржавеет. Ее пытались распилить на части и металлоломом вернуть часть долгов, затем бросили с такими же ненужными судами. Время сделало свое дело, и нефтянка дала течь. Затонул док, в том числе затонул вот этот маленький буксик. Вот он сначала нефтяное пятно давал. Его откачали, не откачали, но все равно это нарушение всех норм, всех правил, потому что у него нефтепродукты присутствуют на судне. И то же самое это. Такому загрязнению рады только местные собаки, дохлая рыба и мазутные пятна растянулись по берегу на несколько метров. Прежние хозяева пытались поставить боны на реке, но все тщетно. Первыми забили тревогу работники ближайших судов. Смотрите на воду страшно, рыба мертвая плавает. Ну это вообще беседело, помню. Баржа начала лезть, если пол баржи мазуток, а все режется, никто за этим не следит, за этим делом. И все это течет у нас, мы же вроде как жить хотим тут еще. Мертвая рыба – мертвый суда. Такая картина совсем не радует местных. Сколько это продлится и чем масляное пятно может обернуться для флоры и водной фауны Дона – неизвестно. Количество мазута в этой барже, возможно, и в следующей, неизвестно. Их теологи провели приблизительные расчеты. И в ответе на эту задачу получилось. Этого топлива достаточно, чтобы на Дону образовалась нефтяная пленка площадью 4,5 квадратных километра. Сергей Мирошниченко, Дмитрий Андреянов, Южный регион.Инфо.